МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Отлично! Садитесь, пожалуйста. Проходите. Вот вам микрофончик. Ребята, нравится вам, куда мы с вами попали сегодня? Да! А кто знает, что это такое? Театр. Правильно. Театр юного зрителя – одно из самых интереснейших мест в нашей Казани. А актеры – это основные действующие лица этого театра. Сегодня мы с вами познакомимся и с ними, и мы познакомимся с теми, кто руководит театром. И первый человек из них, с кем я вас сейчас познакомлю, – это Любовь Николаевна. Она заведующая литературной частью. Нет, труппой. Труппой. Давайте поприветствуем Любовь Николаевну. Здравствуйте, дорогие ребята. Я являюсь заведующей труппой, а вот это главный режиссер нашего театра – Туфан Рифович Имамуддинов. Это главный человек в творчестве, главный человек на театре. И это тот человек, который создает самое важное, что здесь происходит – спектакли. То есть он – организатор творчества. Я передаю ему слово. Туфан Рифович, пожалуйста. Добрый день. Я очень рад видеть таких юных зрителей в нашем театре. Наш театр, он называется ТЮЗ – театр юного зрителя. Для как раз такого юного зрителя наш театр и рассчитан. Я думаю, что время, проведенное в нашем театре, для вас пройдет не впустую, и мы постараемся, чтобы это было максимально для вас интересно. Спасибо, что пришли. Спасибо. Конечно, самое главное на театре, кроме режиссера, который ставит и собирает все воедино, – это актеры. Без актеров ничто не может состояться. И актеры перевоплощаются в различные образы. Но чтобы перевоплотиться, у нас на театре очень много помощников для актеров. Потому что создать образ – это духовное, личное каждого актера. Создание образа. Но ему должны помочь очень многие. Прежде всего, это режиссер. Вы уже познакомились. После режиссера самый главный человек, который создает образ вместе с актерами – это художник. Потому что художник создает сценографию. Это то, что вы видите на сцене. Это сценография. Это оформление спектакля. И художник его видит тоже образно. Потому что в каждом спектакле, в каждой пьесе и у каждого художника-создателя есть свое видение. И без этого видения не может состояться решение спектакля. И они его решают вместе с режиссером и с актерами. И, конечно, художник создает костюмы. Ведь для каждого образа необходим костюм. Без костюма не состоится. Иногда актеры и говорят, что не получается у меня сегодня что-то в репетиции, не хватает костюма, не хватает какой-то детали, не хватает того, что поможет мне почувствовать себя в другом образе. Потому что актеры перевоплощаются. И вот это перевоплощение – это одно из основных и главных, которые составляет творчество актерского образа и решение актерского образа. В перевоплощении помогают еще и гримеры, художники, которые должны к каждому образу подобрать грим. Потому что образ может быть исторический, в историческом костюме. Образ может быть сказочный персонаж, то, что вы сегодня увидите в репетиции. Образ, может, нашего современника. И к каждому надо подобрать соответствующий грим, соответствующее лицо к образу. И, конечно, есть реквизиторы. Реквизиторы – это очень важная составляющая часть спектакля. Потому что все то, что вы видите здесь, это реквизиторы сюда выставили, приготовили. Они все это сохраняют, берегут к каждому спектаклю. У каждого спектакля свой реквизитор. А этот реквизит создают художники-бутафоры. Видите, какое слово – художники и бутафоры? Они художественно создают эти яблоки, вот эти вот красивые ладьи, да, такие стилизованные под русскую старину, и самовары, и кувшины. И все, что вы здесь увидите – это художники-бутафоры. А есть еще создатели декорации, декораторы, которые вот эту декорацию создают. Это все решение художника и режиссера, это все воплощение актера, все это единое целое, которое и называется спектакль. И, конечно, самое-то интересное вам, наверное, хочется увидеть. А как же можно перевоплотиться? Вот я стою, вроде живой, современный человек, и вдруг что-то я на себя одеваю, и вдруг что-то я себе делаю на лице, и я вспоминаю и знаю тот текст, который соответствует образу, и все, образ создан. Давайте мы с вами попробуем одну очень интересную вещь сегодня. Попробуем? Конечно, у нас есть такие люди, которые могут попробовать на себе. Смотрите, Максим перед вами в спортивном костюме очень красивом, а мы его превратим в юношу эпохи Возрождения. Это колет, который мы на него сейчас оденем, в красивом воротником, это пояс, брюки и шляпа, и так, и парик. Итак, внимание, давайте мы попробуем. Так, что у нас сейчас получится? Получатся у нас эти брюки прямо на себя? Получится. Максим, только, наверное, надо снять будет кроссовки. Вот так вот актеры переодеваются. Им помогают, знаете кто? Костюмеры. Без костюмера очень трудно и плохо. Костюмер все это... Одевай, Максим. Костюмер это все погладит. Костюмер сохраняет костюм и отвечает за него. Костюмер каждую пылиночку счищает. Костюмер следит, когда надо привести в порядок и постирать костюм. Посмотрите, друзья, конечно, сейчас в наше время достать исторический костюм, но немыслимо практически. Они все находятся, если сохранились, то где? В музее. Поэтому художник создает как бы псевдоисторический костюм, соответствующий тому времени, эпохе, состоянию. И, конечно, пытаются. Знаете кто? Пошивочная мастерская. Наши... Те, кто шьет костюмы, наши великолепные красивые дамы. Они, конечно, стараются подобрать и пуговицы, соответствующие костюму, и всякие детали. Все, сейчас вы увидите. Это шьют костюмеры. Замечательно. Спасибо. Так, а теперь, Максим, давай попробуем одеть колет. Так, теперь вот сначала вот это. Одеваем. То, что поможет тебе держать эти брюки. Так, ну это самые современные подтяжки, но они помогают, чтобы брюки сидели на актере очень плотно, чтобы они помогали ему работать. Так, одеваем с тобой вот этот пояс. Посмотрите, ребят, он уже украшен, да? Он уже создает полный эффект. Сейчас, 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 секундочку. Он создает уже полный эффект того, что у нас тут должно быть. Вот уже, правда, преображаются уже не просто брюки, а они уже брюки того времени. Одеваем колет, поправляем, застегиваем. Давайте мы не будем все крючочки застегивать, их очень много, потому что без этих крючочков колет не будет держаться. И, конечно, человеку неудобно было двигаться. Крючочки, они так и идут с древних времен-то. Их ведь очень давно создали и придумали. Они разные были, крючочки. Сначала были они вообще по-другому устроены и более крупные. Но это не страшно. Мы сейчас вот так застегнем. Сейчас у нас есть молния вжик и готова, правильно? Но такой молнии не было. И поэтому такую молнию на костюм нельзя художнику поставить, нельзя костюмером пришить молнию, потому что это не соответствует образу, не соответствует стилю эпохи того времени. Поэтому у нас здесь вот такой колет. Вот замечательно. Это иллюзия красивых браванских кружав здесь сделана. Это самые дорогие кружева того времени были. А теперь мы попробуем еще и грим нанести на лицо, да? И паричок потом оденем. Давайте попробуем чуть-чуть оттенить губы, чтобы зрителю ярче было бы видно, правда? Все-таки молодой человек у нас должен быть на сцене. Все-таки он должен быть в софите. Чуть-чуть мы прибавим ему румянца, чуть-чуть. Он у нас после боя, да, он у нас немножечко такой... Вот такой, да, уже по-другому, правда? Чуть-чуть смотрится. Отлично. Теперь давайте мотиним ему глаза, чтобы вам лучше было видно, какого цвета... Ой, какие красивые глаза. Мы чуть-чуть добавим сюда зелененького. Чуть-чуть. Максим, закрой глазки. Вниз. Смотрите. Чуть-чуть зеленого. Это чтобы оттенить. Это чтобы придать цвет более яркий. Чтобы вы из зала, зритель увидел, какой здесь хороший глаз. И сразу глаз что? Преображается. Он выделяется. Он делается более значимым, да? А чуть-чуть мы теперь с краю оттенем темным цветом. Это для того, чтобы подчеркнуть. Оттенить еще вот здесь немножечко. Глубину создать глазу. Это все делает художник-гример. Вот здесь чуть-чуть оттенить, чтобы глаз был открытый, выпуклый. Брови замечательные у нас у Максима. Наверное, достаточно больше ничего не надо. Правда? Так. Ну, когда дамы гримируются, актрисы, понятно, что там и ресницы, и глаза. Это специальная бумага, которому потом все ненужное с Максима снимем. Любовь Николаевна, а вот когда гример гримирует актера, сколько на это времени уходит? Пять минут, десять минут или больше? Это все зависит от образа. Если образ очень сложный, исторический, ну, например, король лир, представьте себе, в возрасте, да, это надо актеру придать и возраст, и придать внутреннюю состоянию помочь, значит, какие-то морщины, это, наверное, дольше. Или представьте, если бы мы сейчас Максима загримировали под, ну, например, греческого сенатора, значит, нужно ему было бы сделать другой немножко грим, да, грек и нос мы ему бы придумали, сделали из гумоза. Это очень долго, очень долго гримировать. Это создается специальный нос, это может быть и подбородок сделан из гумоза, чтобы значимость все-таки сенатор, патриция, да. Так, одеваем парик. Посмотрите, ну, посмотрите совсем. Пройдемся, шляпку оденем. Совсем другой вид наш Максим преобразился. Вот какой молодой человек. Ближе. Да, поклончик мужской. Пожалуйста, попробуем, Максим, вот так. Мужской поклон. Молодец, замечательно. Итак, на ваших глазах вы увидели, как Максим превратился, ну, в юношу, да, средневековье, или в юношу, может быть, какой-то сподвижник Робин Гуда. Правда, похож? Замечательно. А теперь сейчас у нас Максим быстро снимет с себя все этот костюм, а я помогу ему снять грим. Пожалуйста, снимаем шляпку. Ну, снимаем паричок. Это тоже костюмеры все делают, помогают. Поаплодируем Максиму, спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы убираем все, что тут лишнее. И сейчас вы увидите, мои друзья, репетицию. Репетицию спектакля волшебной ярмарки. Спектакль вы не увидите, только репетицию. Репетиция начинается, а после репетиции мы еще с вами поговорим. Как у нашего села, ой, да яркая, Словно радуга взошла чудо-ярмарка. А какой собрался люд, люди важные, А которые неважные, теряженные. Как пошел гулять народ, то по ярмарке, То по яблокам пошел, то по яблоки, То по яблокам пошел, то по пряники, Всем охотным гулять, да на празднике. Ярмарка-Ярмарка третий день гуляет, Но валяет маленьких, что дурака валяет. Ярмарка, ямарка, третий день гуляет, Кто валяет маленький, кто дурака валяет. Едет в горе на вазу, Навезет с собой козу, Он купил себе банан, а козе купил баян. Удивляется народ, я с ногами, детки, в доске, стань нормально. Не могу, я калоши берегу. Ярмарка, ямарка, третий день гуляет, Кто валяет маленький, кто дурака валяет. Ярмарка, ямарка, третий день гуляет, Кто валяет маленький, кто дурака валяет. Бабка старая Ненела покупает крокодила, Чтобы этот крокодил огородки дорожил. Как у нашего села, ой да яркая, Словно радук вам сошла чудо-ярмарка. Ярмарка, ямарка, третий день гуляет, Кто валяет маленький, кто дурака валяет. Яблока, яблока, гречи не гуляет, но валяет маленький, кто дурака валяет. Для детской аудитории, в некотором царстве, в некотором государстве жила-была. Ой, красавица! Аж даже язык отнимается. Как только где она появляется, ей сразу вот все улыбаются, и издали понравиться стараются. А близко-то подойти боятся, не боятся, стесняются. Вот такая вот она красавица. О, забыл сказать, звать эту красавицу Настя, правда? Наш вам здрасте! И вам здравствуйте! Ой, смотри, ну вот, вы накакаете, ну вот всем хороша! Какая добрая душа! Ну вот, знаете что? Скажу к секрету, она не замужем. Ну что, Петр Петрович, господин Ульфа? Так, видать, и останусь я одинокой девушкой до конца жизни. Все глаза выплачу, а счастья не увижу. Ох, тяжела твоя доля! А мы тебя не просватываем, что ли? А где же его взять, жениха? Такому, чтобы нравился! Ох! Ха! Женихов ей мало! Да посмотри, вот же в обраке жаль! Да еще вот, мол, Зава, слушай, а может тебе такие-то женихи не нравятся? Ну, очень нравится, Петр Петрович! Но только, они же еще маленькие! Да уж, маленькие! Эти маленькие и удаленькие! Ты пока посиди вот тут, они и подрастут! Ой, Петр Петрович, какой вы шокурт! Они же пока подрастать будут! Вся моя красота да увянет без следа! Ой, красота у нее увянет без следа! Так не велика беда! Ой, подождите, кто к нам идет? Музыка! Хоть, два, левый! Хоть, два, правый! Это кто шагает в правый? Все враги кругом дрожат! Сделай ясный, сержант! Кто меня не узнает, тот, кучай, опять поет Ай-ква левый, ай-ква правый Это кто шагает правый, но из логи, слога стран И уже величе нам Раз опять не узнают, то, кучай, опять поют Ай-ква левый, ай-ква правый Это кто шагает правый Это видно капитан Чего ж народ болват Ай-2 левый Ай-2 правый Это кто шагает правый Неужели сам моё Всем отставить этот вздор Ай-2 левый Ай-2 правый Это кто шагает правый Остаётся генерал Первый чёрт бы вас побрал На месте Стой, ай-2 Все постоять Пять бурят Так, погоди А чего они стоят, вон емте О, это конечно ещё дети Молчать я вас спрашиваю Здесь вам не тут, я начальник или где? Вы не начальник Всё, говоришь, дети О, ничего, ничего О, скоро подрастёте В армию придёте А уж я вам там устрою Уже будете ходить, строим Товарищи готовы, у кого шликла, у кого марков Так генералам правого Экономной дерево Возстанут деджичи Огромный тысяч Куплю всё село И репекило Ой, пошутев Ну посмотри, ну как он женихам, ну всем женихам женихам! Посмотрим, каким у него ручищем! А каким у него глазищем? А какое глазище? А командует каааа! Так ведь он! Ну так-то, ну так. Ну, запомни, вы есть солдаты. Зачем же мне солдаты? Дурочка не понимает? А вот придут солдаты, возьмут лопаты и испопают тебе оборот. Вырастут у тебя из света. Лапки, морковь! Зачем же мне морковь? Мне же нужна любовь! 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 Да ладно! Любовь придет! Стой здесь! И не сходи с места! С этой минуты будешь у нас невеста! Эй, товарищ генерал! Ваша сковородинь! Не имеете ли намерения к Насте красавице подхвататься? Так точно! Имею! Да вот она! Уже имею! Ну вот не знаю, как ее штурмом взять, а ведь это усадой длительной. О! Ваш сковородинь! У нас ведь не война! Ей не осады! Ей любовь нужна! Так точно! Любовь персонала у меня тоже имеется! Не простая любовь! Генеральская! Генеральская! Ой! Как же вы выбираете, красавица? Вот и все куплю! Мама, губи! Адресы! Мама, гави! Кесток! Гав брушки! Гав брушки! Петрушка не продается! А flow! А что куплю! Гранат! Давай! О! Ложись! Остави! 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 Ну, хранаты, что-то было сразу. Бывают буревые. Бывают красные, так все холостые. Как я! Ха-ха-ха! О, я не могу! Опять пошутила! Ха-ха-ха! Остави! Остави, друзья! Остается на месте. А я пойду за покупками. Хех! Вместо! Вместо, в месте, холм! Марш! Ну, как тебе этот шлик? Так как и был, дурак! Ну так-то, ну так! Ну какого ж тебе надо? Мне нужно, чтобы была любовь с первого взгляда. Увидел, что, и все. Фу! Слушай! А ты эти глаза получше протрили. Вот на нас смотри. Вот чем я не хорош, чем я не пригож. Будешь в моей жизни. Петрович, какой вы смешной! Эй, смешной! А что это, Настя, с тобой, Юнгра? Встала? Может, глаз все попало? Альбурж, с неба на голову чего упало? Настя, это Семен, а сокращенно Сеня. Он прибыл к нам в прошлое воскресенье. Приехал, маме помогать, дрова купить, погреб копать. Ну, вот как я говорил, копал-копал и сюда на ярмарку попал. Эй, Сеня! Семен! Сеня! Ты, маме, погреб проешь или нет? Да. А это красавица Настя! Да, вот вам и здрасте, какие здрасте. Да. Ну, как-то в трубу сначала. Ну, что вы отбегаете? Да уж! Приделаем поддержку? Нет. Вот она! Вот! Любовь, любовь, ахи да охи, а по мне так лучше от скомородни. О! Ахи да, ль, 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 ль. Вот! Вот! Летя Soup! Вот! Смотри! Вот! Летячий! Ахахахаха! Да погоди, это такси! Это я в семье! Я в этом прокачал! Генерал! Да уж генерал! Генерал, генерал, а не возьмешь никак ты в толк, что любовь? Это тебе не он! Ну это ты как вон! Это батальон! Это батальон! Вот видишь, что ты, 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 ты! Так, а что ты делаешь, побратись? Делаешь в шероху, потом сейчас расскажешь! Да, шероху, блядь! Сейчас сцену с генералом растим! После этой! После колдуни! А, ну что, последняя? Уж не знаю, как генерал утро дождался, а утром прямиком к Насте. А Насте-то, ой! Вы только глядите! Дур-дуры! На крыльце сидит, а любви скучает, в носу ковыряет. Семечки лузкает, вон! Весь двор заплевала, аж противно стало! Ох, ты мой сушеный! Ты мой ряженый, раскуплывенный, напомаженный! Я таких... Здрасьте, люблю! Глава блеснит, как чайник, Сразу видно, большой начальник! Ой, люблю-люблю-люблю! Сил нету! Дай мне монету! Я на него себе леденец куплю! Леденец, и я почти как тебя люблю! Ой, люблю-люблю-люблю! Ой! Оперых взяла генерала! Ну, это наш сынка с тобой устала! Любовь загрянула нечаянно! Теперь я тебя люблю отчаянно! Будем с тобой жить, поживать да детей наживать! К двадцать третьему февраля в аккурат! Подарю тебе роту солдат! Ничего, ничего! Ну, папе шесть отдавать! Ай, два! Два! Ай! Вот вам и вся любовь ваше сковородье! Это на любовь! Это какая-то пародия! Ой! Чёрт меня! Чёрт! 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 Мне не знал! И-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!! Ну, пойдем теперь с тобой слезы сушить И станем место и народцески чемте! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а… Что с тобой, ты бебы не все? Конечно, не все. Бе, а некоторые не шеремик, а некоторые не бе, не бе, не кукареку. Ты что, ну иди сюда, дай обню, дай пацану. Но-но-но-но-но, я девушка честная, я генерала по гроб жизни люблю. А на тебя даже смотреть не желаю, будешь ко мне с поцелуями набиваться. Я генералу нажалуюсь, он свою роту армию пришлет и тебя в плен возьмет. Смотри! Что здесь ты сделаешь, человеку беду в петоке? Вот такая вот с ней получилась напасть. Ну, ты ведь не дашь человеку пропасть, нет? Я ведь хотел пошутить для твоего разруху, дай их в изучение. А теперь, Настя, требуется психиатрическое лечение. Ну что, Настя, ой, как ты с нами, давай, выбирай себе шриха. Ну, чего же его выбирать? Вот же он суженый, пряженый мой, единственный мой, наглядный мой. Вот вам и вся любовь в вашей сковороде. Вот именно, сковороде. Сковороде вы славка. Ну, какой я теперь же генерал? Ну, как какой? Свадебный? Да. Какая свадьба без генерала? Молодец! Свадебный! Так вот, я снова генерал в слуховую команду. Для примерки фаты, наведения красоты, для покупки колец, с места с песней подведется. Ах, марш! Ах, кто ж у нас лебедины, ах, кто ж у нас господин? Лебедин мой, лебедин, лебедушка белая, и посуда лебеди. Спасибо, лебеди, 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 лебедушка белая. Лебеди, 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 лебедушка белая. Ой, ты, моюшка, родной, и посуда лебедушка белая. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ребятки, не уходите, минуточку. Поаплодируем. Репетиция. Спасибо. Друзья, теперь я хочу познакомить вас с актерами. Анастасия Громова. Вы знаете, для нее сегодняшний спектакль очень важен. Она первый раз будет играть эту роль, создавать этот образ. Пожелаем его самого лучшего и удачи. Спасибо. Теперь я хочу представить вам, галочка, народную артистку Республики Татарстан Галину Юрченко. Вы ее, наверное, видели в других спектаклях. Спасибо. Пожелаем ей здоровья и успехов. Хочу вам представить в роли Петрушки, который всю эту репетицию заводил, заслуженный артист Дмитрий Язов. В роли генерала вы видели Александра Яндаева. А теперь молодые актеры. Пройдите сюда, Сень. Идите сюда, Андрюшенька. В главной роли Сень у нас исполняет молодой актер Андрюша Ясинский. Это его первый сезон, так же, как у Насти, первый сезон в театре. Они только начинают свой творческий путь. И теперь наша... А, второй уже, да, ты второй. Это у нас Дмитриев Виталик. Это у нас Ильфат Садыков. И это у нас Женечка Байнов. Ну вот, пожалуй, вы увидели всех исполнителей и познакомились с ними. Спасибо большое, ребята. Субтитры подогнали Симон.